Не знаю, я не видел предыдущую конфигурацию, но ваш я видел, у меня с камней. Присаживайтесь. Смотрите, я вас пригласил, если хотите, я вакцинированный. Я вас пригласил сегодня, в принципе, на закрытый показ, поэтому вы можете, всем вниманием, можете на работу ваших подчиненных, мне очень интересно просто получить ваши комментарии. Я, честно говоря, такого не видал. Смотрите, это происходит в Днепропетровске? Днепропетровске? Нет, я с Харькова. А какой-то номер выбрать можно, чтобы я... Днепропетровске? Нет, я с Харькова. А у вас все равно Днепропетровске сидят? Да похер, я на серию, чтобы номер был нормальный. А что за комплектность? Ну, хотел 15 00, потому что я зашел на сайт и звонил МРЭО, сказали, нету такого наличия. Ну, есть, вопрос ценой. Да ну, скажите, сколько я просто, чтобы понимать по цене. Давайте так, для того, чтобы номер, это просто последующая история. Да, да, я... Сначала проходят заявления, чтобы сказали, что там... На моменте, уже после новки на учет, мы делаем заявку на этот номер. Если, ну, я говорю, цикл подходит, окей, дай, веш. Да, окей, хорошо. А вы скажите приблизительно, сколько все, чтобы поменять надо, чтобы мы понимали, насколько всего денег? Ну, это с регистрацией или отдельно еще? Ну, без номера. Ну, номер, ну, просто скажите, что там есть и что почем. Да. Просто, чтобы я понимал. То есть, 3,5 метра. Это я помню. Это я помню. У вас требуется документы, где все есть, потом в нужный момент я позвоню, подъедете на... Да, я помню. Меня тут подождет. Вы можете гулять, пить кофе, это добрые пару часов у вас. Ну, час точно есть, а потом еще и... И подскажите, ну, хотя бы максимальная цена номера, чтобы мы сейчас... Ну да, просто мы не понимаем. Просто у нас предел по деньгам. Опять же, мы будем просто валяться в туалет. Я имею в виду максимально рассчитывать на что. Это вообще непонятно. Я понял. То есть, там такие переменные, что, если он здесь валяется, ну, как 500, 700, 1000. Ага. То есть, какие-то такие... Если он лежит где-то в моей области, вот на другом городе, это уже там... Услово, печальник этого. Мы уже не печальник этого. Он умрел, он помнит, что не толк, и начал носить. Ну, я понял. Да, я понял. Это уже много сложнее. Это 7, ну, за десятку не вылезет все? Я думаю, нет. А, ну все. Да, просто чтобы мы понимали, у нас там идеи. Да, чтобы я просто знал... 15, это 3. 3 500. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Подойдите, на первом этаже есть ксерок возле выхода. Подойдите ксерок. Хорошо. Хорошо, сейчас подойду. Спасибо. В. На площадке вошли. Не, там... Там, на дороге ехали. Телекспертный объект, мы там передъедем. А, ну сейчас открыли. То экспертам нужно открыть монет. Да, сейчас... Дело в том, что... Здесь... Здесь проебали. Вот. Да, вообще не знаю. Ну, 50 на 50, сейчас идем к Москве. Чтоб не было украинского вина. То есть, или она чистая... Корейка, да? Наш не присваивали. Если есть, мы его сейчас нахуй отламываем. И на память поражаем. Да, это как? У меня наджили такой, когда-то. Зробано в Украине. Есть вот тут проеб. Вот. А у нас один только, да? Один только, да? Он одинаковый. Он одинаковый. А если это... Это начнет отдать денег. То, что ли? Как же? Ну, нет. Вот его хотим, да. Это... Ты можешь ехать, если... Накрочку находит. А, все. Это все. Давай. Звонил Ярик, подойдите, я подойду, сейчас, здесь, да, фамилия Молодец, вот, чувствуется, что писарем в армии Все нам к нему, да, к Ярику? Подойдите к Ярику, да, постартак Да, он повел, он забрал и сказал, к вам подойдите Ну, номерам 15 по 0, по 05 Не, по 15, стой, ты, ты, ты За что? Ну, Рубаря, 4 с половиной, они погажут, и паспорт, а на железо, основной монет, они не наши, не на МРЭО Ну, АЕВ все равно же, да, будет? АЕВ, да, да Сколько, 4 с половиной? Да 4,850, да Впадает 4,850, да? Да Впадает Ну, у нас, 4,850, полторушка заправится, ну, нормально Ну, 10, примерно 10 Да Это 2 Так, 5,3 А давай Сейчас, сейчас Ничего не видно Сейчас Ну, считай, тут 3, по-моему Сейчас Ничего не надо Должно хватить Да Какой, а где, они Они, вон, Третье 2 2 3 3 5 5 5 6 6 7 6 7 6 7 15 это 3 да? 2, 4, 5, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 850 да? Да Серия последний не понятно Да, это не было Старая его А куда? С собой? С собой Не, не, не Спасибо вам большое Спасибо Спасибо Красота И так у нас 13.00 дня Техпаспорт получен Номера получены Смотрите, сейчас у нас рабочий день разгар Пятница, да? Начальник должен быть на месте Я думаю на месте Информация Давайте мы сразу позвоним ему И уточним Может действительно Это дубликат номера Может действительно Это ошибка И выяснить Обстоятельства регистрации В автомобиле Она уже ничего не решает это сделать? Ну мы завтра можем это сделать ТСЦ работает Смотрите, мы сегодня собрались Не откладывайте на завтра То, что можно уволить сегодня Набирайте Уволить начальника центра? Давайте человеку Есть не обстоятельства делать Друг он герой Друг он помогает Ну, смотрите, вот Чисто для вас Давайте не для меня Смотрите, чисто для меня Не надо ничего делать Давайте сделаем хоть что-нибудь для людей Я к вам приходил Мы с вами общались Да Мы, по-моему, друг друга поняли Я вам дал понять Что это блядство должно закончиться Вы делали максимально вид, что вы поняли это Я делал максимально вид, что я в это поверил Давайте, чтобы сейчас Не находить виновных и невиновных Позвоним и уточним В начальниках Что вам мешает? Вы заместитель Позвоните, уточните Давайте Не хотите вы? Давайте я наберу Я при чем? Хотим или не хотим? Начнем с того, что это моя работа Набирайте Кого? Начальника этого сервисного центра Ну Я, к сожалению, не знаю Начальника сервисного центра Я сейчас выясню его телефон Но Дело в том, что Для того, чтобы Разобраться в этой ситуации Мне начальник не нужен Мне нужен Набирайте О чем я с ним буду говорить Я буду с ним говорить Вместе с вами Набирайте Ставьте на громкую связь В чем проблема Я не могу понять Я хочу знать, что происходило Я тоже Что было с этой регистрацией Для этого мне нужно Посмотреть у себя в компьютере Не у него Не надо мне ваш компьютер Набирайте начальника Мы сейчас ему зададим вопросы Он на месте Сейчас разгар рабочего дня Он в силах выяснить Набирайте Я считаю, это нормальная практика Если вам нужны служебные номера У меня есть сотка Десятка Любой внутренний номер Можно позвонить Прямо к нему в кабинет И пообщаться Александр Мне нужно Сейчас Выйти из ЕДРТЗ Для того, чтобы Смотрите Вот вы показали видео На котором люди Пришли и Перерегистрировали Автомобиль При этом они Попросили определенный Какой-то номер Который их интересовал Правильно? Ну то есть комбинацию Которая их интересовала Они попросили эту комбинацию У человека Который занимается изготовлением дубликатов И вероятнее всего Он обратился К кому-то Из сотрудников сервисного центра С вопросом Есть ли такой номер? Мы не знаем Что ему ответил Сотрудник сервисного центра Но по факту мы видим Что действительно Автомобиль зарегистрировался Именно с тем номерным знаком Который просили клиенты Правильно? Продолжайте мысль Я не знаю Вы специалисты Для того, чтобы мне Задать вопрос Правильно задать вопрос Начальнику сервисного центра Либо сотруднику Который проводил эту Регистрационную операцию Потому что мог в принципе И сотрудник проводить Я хотел бы понимать Где в этот день Находился именно Вот этот номер РН Для того, чтобы мне это понимать Мне не нужно звонить В Днепропетровск Мне нужно посмотреть У себя в ЕДРТЗ Где он находился Набирайте начальник Мы вместе Мы заднем вопросы Которые нас интересуют А он вам то же самое скажет Что он не может Ответить Пожалуйста Будьте любезны Наберите начальника Или я его наберу Марина найди мне пожалуйста Телефон этого начальника И набери мне его Кстати я не знаю Если мне приходится Вас уговаривать Я буду действовать сам Чего вы говорите? Я же вам еще раз сказал Класс Поздоровайтесь Ставьте на громку Вместе задаем вопросы По конкретному делу Это начальник Человек у нас Григорьевич У нас Видео по центру 1249 И вопрос Закрепление номера АЕ 1500 РН Ну не только Как Александр говорит Не только в этом Но регистрационная операция Проводилась В конце которой Закрепили этот номер Сейчас секунду РН или РН Будьте любезны На громку поставьте Это же не секретный разговор Можно на громку поставить Можно Не можно Это тайная Ваша личная беседа Вы у народного депутата В кабинете сидите Я просто включил Смотрите А мне Григорьевич не надо Я вас просил набрать Так я же вам сказал Что у меня нет номера Я не знаю этого начальника Александр Григорьевич Будьте любезны Предоставьте нам номер телефона Начальника ТСЦ 1249 Это город Днепропетровский Его рабочий Мобильный На тот на который вы сейчас Ему можете дозвониться Мы ему позвоним Спасибо Мы ожидаем Больше нас не интересует Пока никакая информация ТСЦ номер 12 1249 Это Днепр 1249 Это Днепр 1249 Сейчас Днепр Спасибо Я бы еще у Димы Попросил бы выйти По этой регистрации Чтобы он Распечатку сделал Скажите АЕ1500 РН Или РМ АЕ1500 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 Что там Происходило Происходило АЕ1500 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 Да мне не надо Скажите мне пожалуйста Чем вы занимаетесь на работе Если у вас Как у профильного зама Нету номеров телефонов Начальников ТСЦ Я вам даже могу показать Чем я могу показать Да мне не надо показывать Вы мне скажите пожалуйста Обратите компьютера Против АЕ1500 Я вам покажу Как можно было провести эту операцию Не заходя в вареничную Да ну А я вам покажу Вот Смотрите Вот это люди мне пишут Которые обижаются Что я не отвечаю На их сообщения Вот они мне пишут Вот это те люди Которые пытались Оформить услугу Не заходя в вареничную Вот эти люди Все По всей стране Не только по Днепру Тут и Винница Тут и Харьков Тут и Днепропетровск Тут и Запорожье Тут и Харьков Все города Украины Они все пытались Получить нормальную услугу Не заходя в вареничную И я вас пригласил Именно для того Чтобы вы объяснили мне Как мне получили эту услугу Не заходя в эти долбанные Вареничные По всей стране Звоните пожалуйста Этому человеку Я хочу у него понять Как работало В данном случае Система регистрации Автомобиля Замена тех паспортов Кто получал Электронный билетик Как этот человек Вообще оформил машину Не заходя в сервисный центр Как он получил Регистрационный документ Я это хочу узнать Пожалуйста Наберите Давайте Я волнуюсь Почему так Да потому что я трачу Свое время Я трачу Бюджетные деньги Налогоплательщиков На то что я за вами бегаю Как придурок Полгода И пытаюсь вам объяснить Что времена поменялись А до вас Не доходит эта херня Ну не доходит она до вас И я Нервничаю от того Что меня достало Вас учить как надо работать И вы прекрасно Лучше меня знаете Как надо работать Только вы не работаете Вы зарабатываете Вы понимаете это или нет Александр Александр Я вас хочу спросить Вы как гражданин Украины Сколько раз заходили на сайт Плавного сервисного центра Которым вы так Опикаетесь Смотрите Это очень просто Посмотреть Последний раз Когда мы с вами обсуждали сайт Вашего сервисного центра Это было Когда я Общался на комитете И я вам рассказывал Что я провел аудит Вашего сайта И конкретно Вам сказал что надо сделать По камерам Вы по камерам решили вопрос Зайдем Зайдем А ну Нет Сидите Я вам все предоставлю Смотрите Планшет Извините Сейчас Принесут планшет И мы все посмотрим Давайте пока все же перейдем К нашим баранам Давай Звоните Звони в приемную Марина этому чуваку Я не знаю Не можем звониться Здравствуйте Добрый день Вас Смоленинов беспокоит Здравствуйте Подскажите пожалуйста Вы проводили Ну не вы А в вашем центре Регистрационная операция С автомобилем Которому был присвоен Номерной знак Чтобы вы понимали Мы сейчас Я сейчас приемная Народного депутата Я включил на громку Что вы сказали? Номерной знак АЕ 15 2 0 Р Еще раз скажите Я могу перенабирать Расходить основания Посмотреть Да пусть смотрят сейчас В чем проблема Подойдите Вы на рабочем месте сейчас? Здравствуйте Да конечно Если вы на рабочем месте Мы повисим на телефоне Будьте любезны Подойдите к ближайшему компьютеру Давайте выясним Кто оформлял На основании каких документов Была ли это электронная очередь Или это поточная черга была А также я хотел бы знать Вы знаете что у вас расположено напротив входа Предприятие которое занимается торговлей Дубликатами номеров Оно вам известно или нет? Есть разные торговые организации Нет не разные Я говорю про конкретную Которая находится Прямо напротив входа В ваш сервисный центр В торговом центре Слева есть Да, любимые люди Знаете Отлично Если можно пожалуйста Не вешайте трубочку Узнайте нам по этому автомобилю Очень интересно понимать Как было И кем произвела Каким Меня интересует Какой менеджер ваш там работал И кто оформлял именно Спасибо Сейчас Микрофон выключу Мне нечего скрывать От уважаемого господина начальника Поэтому Будет очень интересно По Виннице Вы вообще там что устроили? Я вообще не понимаю Вы напхали туда Вы по-моему уже все Вы скоро уборщицу даже свою поставите У вас вообще совесть есть? Смотрите, общаться с паном князюком Не имеет никакого смысла абсолютно По причине того Что на самом деле Всеми этими процессами Занимаетесь вы Вы его профильный зам И вы несете полную ответственность И когда я приходил Задавал вопросы Сам господин князюк Пинял на вас И говорил вам Что вы в полной мере можете мне сказать Как обстоят дела в ГСЦ Так я вот хочу понять С тех пор Как я к вам приходил И как вы сейчас пришли ко мне Кроме вашего сайта Который вы так хотите мне показать Что-то изменилось в структуре ГСЦ Там начала работать электронная очередь Это кстати все вот эти истории Это уже после того Как я к вам сходил Это вот последние две недели Скажи больше с того времени Начала работать электронная очередь Даже в терминале Потому что у нас Конечно Начала работать электронная очередь Скажите тогда пожалуйста Почему все же Люди ищут возможности Минуя эту электронную очередь Которая так хорошо работает Найти способы Зарегистрировать автомобиль Какими-то левыми путями Это у нас такие нерадивые граждане? Или это просто все-таки Есть какая-то проблема в системе? Я хочу просто понимать ответ Может быть это не к вам вопрос Может это люди у нас такие Что они все время хотят Что-то решить за деньги Это в природе нашей лежит украинская Или как? По вашему мнению Я вот хочу понимать Смотрите Людям которые хотят Зарегистрировать автомобиль И не хотят переплатить Никому никаких денег Мы дали возможность это сделать Я говорю сейчас о сайте Не как о средстве получения информации Хотя его основное значение Марина Зайди пожалуйста в город Запорожье Попробуй записать меня на замену номеров Там допустим Не знаю там На замену номеров Когда в ближайшее время? Так можете посмотреть любое Так же в Гинницу зайти обязательно Зайти в Днепропетровский В этот ГСС Посмотри на какой там день Можно встать в очередь Потому что посмотри Что там с очередями Вот Первое это то что на сайте С того времени добавится калькулятор Если вы хотите знать Сколько будет стоить Перерегистрация конкретного Вашего автомобиля Который вы уже решили купить Либо условно там Вы понимаете модель Стоимость его Которые Которые вы собираетесь приобрести Заходите на сайт Включаете калькулятор И он вам пришло для того Что с налогами Показывает до копейки Что я предлагаю Давайте мы вас Перевезем Переведем к министерству К чё дорогу Он занимается Своей трансформацией Он классно делает сайты Приложения идеи Я вижу вы большой специалист по сайтам И вы там его классно модернизировали Идите работать туда Потому что Работа ГСС Это не про сайт Это не про то что люди Могут зайти И что то там поклацать Это про то что бы прийти И получить нормальный сервис Более того Остаться с хорошим настроением К сожалению ни первое Ни второе Вы обеспечить не можете Я считаю Если вы не можете это обеспечить Вам надо искать новое место Потому что Ну я не вижу Если вы рекомендуете Я не просто рекомендую Я очень сильно настаиваю Очень сильно настаиваю Я надеюсь Что в конце нашей беседы Вы берите правильное решение И всё же я хотел бы Так же узнать у начальника Что там происходит И сколько он зарабатывает Мне просто интересно В этих схемах Я ну Не нахожу я К сожалению Спокойных слов Для того чтобы писать вам эту ситуацию Которая происходит В Запорожье Которая происходит В Днепре Которая происходит В Харькове Которая происходит В Виннице Вообще Я вам говорю Это вотчина вашего князюка Он думает что он ее приватизирует После своего ухода Смотрите я первым делом Первым делом После назначения новых начальников Поеду в Винницу Для того чтобы посмотреть Как там организована работа Всех кого он там назначил Я лично поганой метлой буду гнать Поэтому можете сразу им возвращать Бабки за назначение И прочие дела Потому что не будет им там жизни Я там пропишусь Это я вам гарантирую Если вы думаете что вы самый умный И никто ничего не знает о вашей работе Вы ошибаетесь очень сильно Я реально вам давал шанс Я реально приходил нормально Объяснял Нормально для понимания Давал понять что так быть не должно быть Две недели ровно после моего прихода Что то менялось Все Потом я только эту ситуацию Отпустил Мыши в пляс Вы не согласны со мной Вы считаете После моего прихода И действительно работа ГСЦ улучшилась Вы действительно поработали над ошибками Вы считаете что граждане Сейчас могут получать Полноценный сервис ГСЦ Вообще в сервисных центрах По Украине Граждане которые хотят Получить этот сервис Они его получают Поверьте У нас есть жалобы Определенные Ну которые там допустим Три или четыре года назад Можно было бы за неграмоты давать Когда люди приходят И жалуются Или пишут на сайт Как вам пишут Мы потратили в сервисном центре Полдня Регистрируя автомобиль Который мы привезли в Одессу Там из-за границы Они потратили три с половиной часа Реально Самостоятельно Заметьте Самостоятельно Без Какое чудо Какое чудо Это нормально Это не просто нормально Вы вообще Эти случаи должны Приводить мне в пример Давай Ну слушаем Да Документ Каков вопрос Тут была администрация По договору купли-продажи Который заключался Договор Нашим администратором Имя Фамилия Вашего администратора Дубяра Артем Евгеньевич Как еще раз Дубяр Артем Евгеньевич Дубяр Регистрация происходила по электронной регистрации или это было по точно чагам? Это по точно чагам, это он на окружном чаге здесь номер 101 А Номер 101 Отлично Скажите пожалуйста У вас происходит какой-то процесс перерегистрации регистрациями за пределами вашего сервисного центра? Ну Процесс набирает заявление Проходит Человек на площадку осмотра Сотрудники ДКЦ осматривают транспортное средство Приходит расписываться Заключает договор купли-продажи администратор Копиши расписываются Люди Продается покупатель И Дальнейшая выдача номерных знаков и техпаспорта Хорошо Выдача номерных знаков и техпаспорта происходит где? В сервисном центре администратора Исключительно администратором в сервисном центре? В помещении сервисного центра я правильно понимаю? В помещении там где хранится спецпродукция Спасибо, у меня к вам вопросов больше нет Всего доброго У меня есть Сейчас одну секунду Еще раз повторите, где заключался договор? Договор заключался в нашем ТСС администратор То есть не торгующий администратор? Не торгующая организация администратором, да Не надо, передайте ему большой привет И себе тоже Да, и себе тоже Можете завтра в кадры заехать Все До свидания Больше не звоните Спасибо вам большое Я больше не буду тратить ваше время Только это я вам оставляю на память И тоже вам рекомендую заехать в кадры Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо